Девушки отдыхают Детская жизнь, чувашка республики А помогает нам целая команда корреспондентов Сегодня в выпуске Посвящение в пешеходы Бывает и такое? Могут ли крышечки быть добрыми? Отстирывается ли краска Холли? Как сделать лебедя из автомобильной покрышки? И так начался новый учебный год И нас пригласили кружки и уроки Признаемся честно Когда на улице солнечная погода Учиться совсем не хочется Поэтому многие школы Для успешной адаптации к занятиям Придумывают и проводят праздники Так в четвертой гимназии прошел конкурс Среди пятиклассников Наша классная семья В нем участвовали не только дети, но и родители Команды соревновались в веселых стартах Играли в волейбол и пели в караоке А завершился праздник флешмобу Ребята зарядились позитивом на весь учебный год И прошли, так сказать, посвящение в пятиклассники А в 62-й школе Состоялось посвящение в пешеходы Оказывается, бывает такое Раньше этих мальчиков и девочек Отводили в детский сад родители А теперь они первоклассники И часто передвигаются по городу самостоятельно Это может быть опасно, если не соблюдать простые правила Первое. Переходить дорогу Нужно только по пешеходному переходу Здесь под этим знаком вас водители должны пропустить Штраф за то, что водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах Две с половиной тысячи рублей Это очень большая сумма Есть штраф и для пешеходов Если вдруг они осмелятся перебежать дорогу в неположенном месте Ребят, у нас с вами очень много пешеходных переходов в Чебоксарах Вы когда поедете в гости в другие города к родственникам Обратите внимание, насколько там меньше в других городах пешеходных переходов, чем у нас Нам с вами в Чебоксарах очень повезло У нас много пешеходных переходов И поэтому нам с вами должно быть особенно стыдно Переходить в неположенном месте Переходить там, где нет пешеходного перехода Следующее правило Пешеход должен быть заметным Если на ваших портфелях и одежде будут световозвращающие элементы Водитель увидит вас издалека и успеет остановиться Я раньше не носила светоотражающие элементы Сейчас я знаю, что надо носить светоотражающие элементы Какие водители только не бывают И трезвые, и уставшие А в твоей семье все соблюдают правила дорожного движения? В моей семье все соблюдают правила дорожного движения И брат, и папа, и мама На пешеходном переходе не мама меня держит, а я ее В день посвящения в пешеходы к первоклассникам взглянули и юные инспекторы движения Старшеклассники придумали очень полезные игры Итак, мальчики и девочки, покажите, о каком цвете светофора идет речь Особый свет, предупреждение Сигналы ждите для движения Скажите правильный ответ Какой горит при этом свет? Можно помнить эти правила в школе, но растеряться и забыть о них на дороге Поэтому обращаюсь к родителям, обязательно закрепите их на практике, как это и делали мы Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу, надо обязательно убрать телефон в карман Снять капюшоны Наушники есть у кого-нибудь? Не, не, не Музыку никто не слушает? Не Посмотрели налево Где лево? Налево Налево Посмотрели Все машины остановились Идем Смотрим по сторонам Во второй части пути смотрим направо Влад Иванов, Борис Андреев, Акелбупсер Ларик Какие яркие фотографии получаются осенью на природе? Прошло бабье лето Говорят, оно еще впереди Это обычное лето сдаваться не хотело А вы знаете, почему период солнечно-осенней погоды называют бабьим летом? Дело в том, что в старину, именно в теплые дни сентября и октября, когда заканчивались основные полевые дела, женщины принимали за свои особые работы Мочили лен, трепали его, ткали Будем надеяться, что настоящий бабье лето еще придет в октябре Ну а пока, за самым ярким настроением и фотками в городские парки Всю жизнь мечтала обсыпать себя разноцветным порошком Такие краски называются холли И они абсолютно безопасны для нашего здоровья Потому что в основе растительные ингредиенты Крахмал или кукурузная мука В парке Николаева холли ждали ребят уже давно И вот, наконец, фестиваль красок состоялся Мне очень нравится эта тема, когда так ярко, красочно, красиво, и детям это нравится в виде назар Но это самое главное, чтобы дети радовались и улыбались А я вот сейчас все в краске, это легко смыть? Думаю, да. Если очень захотеть, то все получится А как вы будете отмывать площадку? Отмывать площадку будем с улыбками, с позитивом Все получится, музыка на фоне Фестиваль красок – это как психологический тест Сразу видно, кому какой цвет больше нравится и какие ребята пришли веселиться Известно, что любители оранжевого обожают находиться в центре внимания Они напористы, талантливы и независимы Мне очень нравятся яркие цвета, это просто наслаждение Находиться в такой яркой атмосфере Ты какой-то разноцветный и с веселым настроением уходишь домой Ты ходишь так до вечера? Примерно, да. Прихожу домой и все смываю А как вот, когда ты гуляешь? Там же люди, которые не участвовали, они же смотрят Как ты на это реагируешь? Да, они смотрят, и я мимо иду, у них такая веселая И они должны понимать, что я иду с праздника, и я нормально реагирую Холли – это праздник, который придумали в Индии Там так ярко встречают весну В первый день разводят костры, а во второй проходят шествие Во время которого люди обсыпают друг друга цветным рожком Не волнуйтесь, камера не пострадала и успела поймать еще кучу ярких кадров Например, конкурс самого заразительного смеха Как известно, у осени свои цвета К золотому и багряному теперь можно смело добавить голубые и малиновые пятна Даша Алексеева, Соня Родионова, Акелбуксер Обычные мелкие – ими тоже можно сделать мир ярче В Чувашии живет Настя Демьяненко И с выше 16 лет она уже выиграла чемпионат уличного искусства, который проходил в Германии Рисовала на асфальте милками Молодец, Настя, отлично у тети Германии отдохнула Это очень удобно, потому что Мне нужно каждый раз кисточку менять или воду Ты можешь просто взять и нарисовать И получается намного интереснее смотрится, чем когда ты рисуешь на бумаге красками Талантливые люди, они повсюду Может быть даже ваш сосед на даче умеет делать удивительные вещи своими руками Не удивляйтесь, моему папе эта покрышка уже не нужна А мне даже очень И через несколько часов она превратится в чудесного лебедя Здравствуйте Здравствуйте Я знаю, что у вас живут необычные лебеди Сделайте мне тоже такого же Пожалуйста Сделаем Красавица Обязательно Поможем Сначала Олег Варсонофьевич увидел фигуру лебедя у знакомого Сфотографировал и твердо решил украсить свою дачу самодельными арт-объектами Это лебеди Символ любви Шесть лебедей Это наша семья Сыновья И внук внучкой Ребенок сделать такую поделку не сможем Нужны очень сильные руки Сначала нарисуем линии, разрезаем мелом А чем резать будем? Резать будем болгаркой Лобзиком Шлифовать будем Вот А потом проволокой шею делаем Чтоб шея держалась Кажется, это опасно такая работа Опасно Там проволоки Летают Когда резешь А почему вы без перчаток тогда работаете? Я без перчатки привык работать Перчаткой не могу работать Да, работа не быстрая Но мастер никому не отказывает Изготовил уже десятки лебедей для друзей и знакомых А еще он умеет делать павлинов, пчелок, разные цветы Это пальма Из бутылок собирал Бутылки тоже Зеленые магазины купил Лимонадные Совсем скоро на даче появится еще и аист Птица, которая приносит в дом счастья, радости детей На машинах эти шины уже опасны Но зато на даче они удивляют гостей и дарят всем хорошее настроение А пожалуй, тебя можно назвать золотое перо А теперь репортаж о второй жизни других вещей Пластика, картона, бумаги и батареек В Чебоксарных прошел экологический фестиваль Экодвор Пришла покататься на аттракционах и попала в Экодвор Очень удачно попала, научилась сортировать мусор и узнала много нового Экодвор это общероссийский экологический праздник Который проходит уже более чем в 70 городах России Основная идея его заключается в том, чтобы мы и взрослые и дети Научились обращаться с отходами Чтобы мы научились понимать, какие виды отходов у нас можно сдавать Какие из них сортируются А какие, к сожалению, пока еще не перерабатываются Мусор это сейчас самая главная экологическая проблема Ну, мусор это, наверное, самая такая визуально заметная часть экологических проблем То есть его видно, он имеет цвет, запах, форму, объем, да И мы его замечаем Есть, конечно, и другие, это и воздух, и вода Но мусор на сегодняшний день Это вот по данным социологических опросов Наиболее заметная для населения проблема Итак, собирать отдельно можно и нужно Батарейки, бумагу, стекло, пластик В том числе и добрые крышечки Почему крышечки называются добрые? Потому что крышечки могут принести пользу Во-первых, мы помогаем планете, очищаем ее от мусора А во-вторых, вы можете сделать доброе дело для детишек У которых проблемы с движением То есть с 2016 года, с которого существует проект Уже собрано 147 тонн крышечек И на эти деньги куплена уже 21 единица реабилитационной техники Для детей-инвалидов Логотипом проекта добрые крышечки стал цветик-семисветик И неудивительно, в сказке Валентина Катаева Встать на ноги мальчику Вите помог последний лепесток волшебного цветка Контейнеры для сбора крышечек есть уже во многих школах и детских садах Все крышечки отводят на перерабатывающий завод в Тверь А уж там из пластика делают кучу полезных вещей Например, плечики для одежды Кстати, помочь могут не все крышечки А те, на которых есть цифры 2 или 02 Такими символами обозначают разные виды пластика Пэт-1 – это чаще всего бутылки от питьевых напиток, лимонады, газировок Из Пэт-1 у нас можно сделать ткань-синтетику Кроссовки можно сделать В Чебоксарах также у нас производится тротуарная плитка И ткань-флиз Пятерка – это вообще очень хороший вид пластика Это полипропилен Вот, например, тройка в России у нас, к сожалению, не перерабатывается Это не очень хорошо, это все пойдет на полигон С полигона это все будет тысячелетиями, столетиями разлагаться Все это сложение выходит в нашу воду А мы людям тратим деньги, чтобы фильтровать и очищать воду, хотя сами ее загрязняем Эти пятиклассницы удивляют своими знаниями даже взрослых А все потому, что они волонтеры особого экологического отряда «Ремес» Еще хочу рассказать про такой треугольник знак «Рейсайлинг» с широкими полосками Вот, например, видите на упаковке здесь? Если вы встретите такой знак, это означает то, что уже эта упаковка переработана и сделана из какого-то пластика А этот треугольник с неширокими полосками означает то, что этот предмет, этот материал можно еще раз отправить на переработку и получить что-то из него Вот, например, здесь значок и цифра 05, его мы переработаем и можем повторно сделать, например, вот эту упаковку Юные экологи не используют термин «мусор», они говорят «вторсырье» Бутылку с маркировкой PET-1 можно назвать одноразовой Второй раз в эту бутылку воду наливать нельзя, так как выделяются феноловые газы Они опасны для нашего здоровья Учиться сортировать мусор лучше с детства, помощь, игры и викторина Используем патареек – это не просто мусор, а опасные отходы На каком расстоянии они убиваются живой, попадают в землю? 10 квадратных километров, 20 квадратных метров, 100 квадратных метров Да, это правильно, молодец, ты прославь викторину Давайте спасать планету вместе Праздник «Акадвор» проходит в городских парках почти каждые выходные Полина Шпанева, Борис Андреев, Акелбуксер Объявление Школьная Лига КВН «Чуаши» приглашает собрать команду И побороться за звание самых веселых и находчивых школьников Отборочный фестиваль пройдет 29 сентября Для того, чтобы попасть в новый игровой сезон Надо подготовить 5-минутное смешное выступление и разорвать зал КВН – это отличная школа для развития актерских и креативных способностей Это целое движение с поездками в разные города на фестивале Прямо как наше движение юных журналистов Сейчас сразу 4 ведущих программы «Отдыхай» находятся в Орленке Учатся работать в кадре еще лучше А наш корреспондент Лиза Храмова побывала этим летом в Австрии Зачем и почему – узнаем из ее репортажа Сейчас есть очень много программ, по которым можно путешествовать Лично мне, девочке из Чебоксара, очень повезло Этим летом я летала в Вену и совершенно бесплатно Как так получилось? Я сняла репортаж для детских новостей, отправила его на конкурс и получила за победу приглашение в летнюю академию Energy for Life 19 ребят из России прилетели в Вену учиться у европейских специалистов в медиапроизводстве Мне удалось попробовать себя в роли режиссера, актера и, конечно, журналиста В Австрии есть государственное и частное телевидение У каждого есть свои плюсы и минусы Нам стало интересно, поэтому мы посещаем оба и разбираемся Съемки, репортажи про австрийские телеканалы и одновременные экскурсии – это круто Также мы посетили пожарную службу в городе Орт-на-Дону Оказывается, в некоторых городах Австрии пожарным не платят за работу Можно сказать, что с огнем борются волонтеры А финансирование пожарной службы в основном получают из пожертвований Теперь я могу сказать точно Если поискать, можно найти множество бесплатных программ для путешествий и развития Надо только участвовать в конкурсах Кстати, в Академии меня признали лучшим журналистом Кто у нас лучший журналист? Все у нас журналисты были хорошие Но вы лучшие Лиза Храмова, Акилбуксер И в завершении Очень приятная новость для тех, кто отмечает свой день рождения в сентябре Ученые выяснили, что такие ребята обладают множеством прекрасных особенностей Ведь их мамы получили много тепла и солнечного света в последний месяц беременности Оказывается, сентября-то хорошие спортсмены Стрессоустойчивость и долголетие Тоже преимущество тех, кто родился в первый месяц осени А еще их очень много Поздравляем именинников И желаем хорошего настроения всем нашим зрителям Вы всегда можете нам написать Предложить новость Позвать в гости в школу или секцию До встречи на национальном телевидении Чуваши До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова